Я слышал, как будто бы была племоста бетарят. Это было племоста! Вы смотрите канал Жизнь Вия, где новые видеоролики выходят каждый день специально для вас. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Из прошлого видео мы с вами помним, что под этим проклятым причалом есть не что иное, как логово. Логово болотного монстра. Сегодня я, используя акваланг, собираюсь туда пробраться. И Скрага мне сказал, что... Главное, главное, главное снизу заплыть. Да, я и собираюсь заплыть снизу этого логова и попасть именно внутрь этого самого логова, чтобы посмотреть, что же там внутри. Может быть, там сам болотный монстр. Этого я боюсь, если честно, больше всего на свете. Как обычно, со мной GoPro, которая заряжена особенным образом, чтобы она не разродилась от холода. Потому что на дне, там, посмотрите, там темная гладь, ребята. Там очень темно, там очень страшно. И вообще, если честно, без телефона, который бы смог держаться под водой и светить мне мое пространство, у меня бы ничего не получилось. Ладно, не будем с этим тянуть. Я уже примерно знаю подводный маршрут, как по этому причалу пробраться до логова болотного монстра. Я тянуть не буду. Скрага, по идее, здесь для того, чтобы мне помогать и меня подстраховывать. Но, как говорится, надеяться нужно только на самого себя. Ты же мне поможешь, оператор, да? Конечно, как всегда. Да. Ты же самый внимательный. И никогда ничего не выпускаешь из виду. Спасибо, спасибо. Так, хорошо. Камера есть. Телефон с фонариком есть. Мне бы не помежало оружие от болотного монстра. Но нельзя никому не вредить. И не пытайтесь ни в коем случае этого повторить. Лучше ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жизвия, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят специально для вас. Тем более, это очень круто, но совсем не безопасно. Скрага. Он все, он на дно, он на дно. Он на дно пошел. Долго мешкать я не стал. Ведь я уже знал маршрут к этому самому логово миллионера. Как ориентир, я, конечно же, использовал те самые сваи, которые были у причала. У того самого проклятого причала. Они выглядят очень жутко. Но благодаря ним я и смог найти логово болотного монстра. По ним я и направился. Но свое путешествие я вел именно по дну, как бы карабкаясь по нему. Ведь только так можно пробраться в логово болотного монстра. Как бы под самим логовом пролезть. И действительно, на днище, когда я обнаружил логово болотного монстра, я увидел маленькую щель, где виднелись какие-то странные, жуткие находки. Я сразу же понял, что именно туда мне и нужно. Но вы не представляете, как было страшно ползти сквозь эти щели, сквозь эти ветки. Было очень жутко. Фух, это было так страшно. Но в конечном итоге, ребята, мне удалось пролезть. И я так сильно удивился. Потому что с внутренней стороны логова болотного монстра полотно имеет совершенно другой цвет. Оно будто прозрачное. Что это, какие-то постоянные пузырьки. Что он там? Он там вообще живой. И как ты не знаешь, что там происходит, мне просто интересно. Вот почему он мне не дает никогда костюмы. Я хотел нормально тоже в костюме погрузиться вместе со скрягой. Ой, господи, с Ви, скряга с Ви имел ввиду. Я бы нормально с ним постраховал его, поснимал бы там всякие. Он там все один почему-то делает. Вот. А я, может быть, тоже хочу. Я тоже хочу монстра. Я тоже хочу снимать вот это все. Вот. Поэтому мне немножко обидно. Но мне не обидно, потому что он меня вызвал как самого надежного человека, чтобы я помогал. Вот. А я тут сижу, помогаю. А я уже устал, если честно, помогать ему. И тут начинается самая жуткая часть моего приключения. Я внутри логова болотного монстра. К моему удивлению, внутри было много жутких находок, которые мы ранее уже находили с помощью магнита во время магнитной рыбалки. Видимо, болотный монстр их зачем-то утащил обратно. Но теперь понятно, откуда они там взялись. Именно болотный монстр их туда придащил. Цепи, корзины и вот эта странная страшная дверь, на которой как будто бы написано STP. Да, мы сами видели ее раньше, но это не самое страшное, что я увидел в логове болотного монстра. Там были какие-то жуткие находки, вроде тех, что мы видели ранее, не могли понять, зачем они использовались. Эти колья странные, которые привязаны на веревку. Зачем они здесь? Зачем это все болотному монстру? Напишите ваши версии в комментариях. Самые оригинальные я отмечу сердечком. Но это еще не все. На днище, на дне логово болотного монстра было еще много всяких различных жутких вещей, которые мы не видели ранее. Ну и, конечно, что-то из старых находок тоже там было. Но это далеко не все. Моему удивлению не было предела, когда я обнаружил это. Огромный деревянный предмет, напоминающий сундук или чемодан. Я просто был в шоке. И не знал, что мне делать. Как мне его поднимать? Ведь он очень много весит. Я сразу же стал искать. Искать какие-то способы, как его можно было бы поднять. Но ничего в голову не приходило. Походу, придется его просто тащить по берегу. Но как вместе с ним мне выбраться из логова болотного монстра? Ведь этот сундук, он может быть к чему-то закреплен. Вот здесь вот еще много каких-то странных, жжавых и жутких находок. Но меня сейчас интересовал именно чемодан болотного монстра. Как его забрать? Я стал его тянуть, и у меня не сразу получалось. Чемодан действительно был очень тяжелый. И тут я услышал этот странный звук. Я был напуган, но быстро отправился к берегу. Я ведь знаю то, что там подготовлена команда. Меня ждет и всегда готова помочь. Что-то я, Игорюшенька, сомневаюсь, что-то его уже давно нету. Мне кажется, о болотному монстру кто-то что-то сообщил. Дедушки-скряги, самый острый нюх на этой планете. Я сразу знаю, если что. Да-да-да-да-да. Вот видите, ребятки. Вот это шпионы. Шпионы. Это шпионы болотного монстра. И дедушка-скряга, что делать с шпионами? Я не люблю шпионов. Я их ем. Вот еще один. Хочешь рассказать что-то про Вия? А я тебе не дам. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Все. Они больше ничего не расскажут. Да-да-да. Ладно, что он там где-то уже пора. Я буду уже отрывать. Наверное, да. Пора. 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 Порадуемся на своем веку. Ну ладно, давай это. Что? Позвонить ему что ли надо? Или что? Я не знаю. Давай. Так, а телефон? Есть где-то телефон? Я не знаю. Нет. Ты что? Птичка мне что ли? А. Так, 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 так. Слушай, мы как-то с тобой поступили. Очень странно, да? Даже у Вия там под водой. Телефоны есть. А у нас-то нету. Ну да. Ну да, Игорь, ты опять ничего не продумал, блин. Тебя тоже позвали же. Опять птичка. Тебя же тоже позвали помогать, блин. Игорь, ты что? Ты что опять всех подвел, Игорь, блин? Помнишь вопрос с тобой? Готовили, не подготовился. Все там делали. Тоже не готовился. Я очень сильно переживал. Мне было очень тяжело. Я слышал какой-то странный звук. Возможно, это мог быть молотный монстр. Я торопился. Я торопился изо всех сил. Я очень старался подняться как можно скорее. И тут случилось страшное. Я уронил свой фонарь. Я не смог бы выбраться никак без своего фонаря. Потому что вокруг вобрела полная тьма. Я ничего не видел. Я понимал, что мне нужно найти свой фонарь. Потому что дальше 10 сантиметров от своего лица я ничего не видел. Где был мой фонарь? Где же он? Блин, вот бы было здорово, если бы ребята смогли бы мне позвонить на этот телефон сейчас. Но я понимал, что... Вот он! Да! Вот! Вот же мой фонарь! Фух, мне очень повезло. Но это очень опасно, ребята. Ни в коем случае не пытайтесь повторить увиденное. Я сразу же, сразу же схватился за чемодан и направился к берегу. Я торопился. Я полз по дну, но уже начал видеть свет. Это значит, что я был не так глубоко и мог видеть свет, который пробивался через толщу воды. Сказать честно, мне было очень страшно, друзья. Но я понимал, что я должен доставить этот чемодан на берег. Там может быть множество секретов и множество ответов про болотного монстра. И вот, когда я уже увидел поверхность воды над своей головой, я понял, фух, я спасен. Я могу выныривать. И я знаю то, что в эту же секунду мои друзья, моя команда меня подхватят и спасут. Смотрите, что это есть! Смотрите, что это! Я не знаю, я не знаю, этот, этот чемодан, этот судок, он был, он был в логове болотного монстра. Тише, 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 скряг, это может быть что угодно. Аккуратней. Нам еще предстоит узнать, что это такое. Ребят, я там такого натерпелся. Это, это было просто ужасно. О мой бог, скряга. Что там, как ты вообще? Я не знаю. Спасибо за сундучок, я его потом, ну это, я себе возьму. Зачем тебе сундук? Там мы даже не знаем, что там. Да просто так, я люблю все. Люблю любые вещи. Сейчас, мне нужно в себя прийти, и я все скажу. Я не знаю, я слышал какой-то страшный шум. Я показал, что болотный монстр, он где-то рядом. Ты ничего не слышал здесь? Я ничего не слышал. А ты никогда ничего не слышишь, скряга. В общем, надо, надо как-то... А! А! Это болотный монстр! А! Бежим! Бежим! Мне тяжело! Мне тяжело, скрайга, на мне баллон! Скряга, быстрее, скряга, быстрее! Он отстал? Я его не вижу. Скряга, ты его видишь? Кого? Болотного монстра, кого? Кого? Дай сюда, че-че-че, он тяжелый! Офигеть! Жесть! Нужно уходить, скряга. Мы с тобой распакуем этот сундук на моем канале. Когда под этим видео наберется 25 тысяч лайков. Давай, а? Наберем необходимое количество лайков, и сразу же узнаем, что внутри этого сундука, который я украл из логова болотного монстра. Давай, скрайга. Там внутри водится. Так не годится. Мы воду сольем и узнаем, что внутри этого огромного сундука. Скорее, как его так несет, ему еле-еле у него получается. Ладно, ребята. В любом случае, не забывайте ставить лайки под этим видеороликом, подписываться на канал, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать, что будет в следующих видеороликах, и никогда не пропускать те видео, которые выходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов. Или живи! Увидимся совсем скоро! Пока-пока-пока! Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.